Нет, заявка ваша есть, никуда не делась, не потерялась. До свидания. В информационном центре РМПТС всю неделю разъясняют рязанцам порядок перерасчета. Официальный сезон стартовал с 19 сентября и фактически тепло в дома начали подавать с середины месяца. У жителей возникли вопросы. Ответы на них дают здесь и делают это весьма оперативно. Например, почему официальный сезон стартовал в понедельник, а теплыми батареи стали лишь к пятнице? Специалисты разъясняют. Вы понимаете, что период пяти дней, тот, который предусмотрен графиком, он взят не просто так. То есть это то минимально необходимое время, которое необходимо для того, чтобы вывести централизованную систему теплоснабжения, и в первую очередь эта система Новорязанской ТЭЦ, на зимний режим работы. Это и заполнение систем, и подъем нагрузки, это последовательное включение насосных станций, а в этой системе их 10. Но все это делается для того, чтобы не просто подать тепловую энергию в дома, но подать ее безопасно. Понятно, что внутри домовые сети везде разные, где-то после включения могут быть мелкие аварии, и вот специально для таких случаев предусмотрен особый порядок. Управляющая компания и РМПТС составляют два акта. Один о фактической подаче тепла в дом, второй о проверке этой даты. Так что в заявке об отсутствии тепла в квартире смысл есть. Да, мы выполнили начисление с даты начала отопительного сезона. Потому что, в общем-то, трудно предугадать заранее, когда в какой дом попадет тепло надлежащего качества. Поэтому сделано начисление так. И люди это знают, это происходит ежегодно, повторяется. Люди знают, что на основе этих актов в течение октября месяца мы всем сделаем перерасчеты на дату фактического подключения дома. Для того, чтобы действительно людям подстраховаться и не платить лишнего, конечно, если у них, они прочитали на двери подъезда объявление о том, что готовьтесь, что у вас там 20-го числа будет подано отопление, и они 21-го не видят никакого отопления, конечно же, не будет лишним, если они свою заявочку или, скажем так, вот отсутствие отопления заявят управляющей организацией, диспетчер. Но при этом нужно не просто заявить, у нас отсутствует отопление. Нужно потребовать, чтобы эта заявка была зарегистрирована, услышать номер заявки, дату заявки и фамилию того, кто эту заявку принял. Что же касается непосредственно даты перерасчета, то все данные в РМПТС обещают собрать в течение октября. И уменьшение суммы платежа произойдет уже в ноябрьской платежке.